Друзья и джентльмены, здесь есть праздник велтер-вейт-контендер и former IBF Junior велтер-вейт-чемпион в мире Поздравляем Сергей Самурай Липенец! Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Липенец, вы являетесь заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, чемпионом России среди любителей и профессионалов, призером чемпионата мира, чемпионом мира и России среди профессионалов по версии ВАКО ПРО И по любителям, и по профессионалам И в профессиональном боксе вы чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ваш рекорд сейчас 16 побед, 2 поражения, 1 ничья У меня осталась последняя часть нашего разговора про боксеров, которые сейчас будут боксировать, топовые такие бои Ваша как раз предыдущая, ваша весовая категория 66-7 Там все говорят о бою Кроуфорд-Спенс Можете ли рассказать, кому вы даете предпочтение, кто для вас фаворит в этом бою? Слушайте, бой вообще просто супер-мега крутой, если они сделают это И мое предпочтение, я думаю, что выиграет тот, кто будет навяжать свой бокс И будет лучше готов к этому бою Кроуфорд отлично двигается в ногах, у него отличный тайминг Передвижение, защита в этом он мастер Спенс, наоборот, такой, я не видел, чтобы он это делал Может он умеет тоже и двигаться, и все делать так же, как Кроуфорд Но в ближнем бою он работает просто супер Он заходит в ближний бой, бьет эти сильные быстрые удары И, по-моему, вообще никогда не устает все 12 раундов Он работает так, как начинается с первого раунда Бить по корпусу, по голове, с подразными дистанциями, снизу, сбоку Очень тяжело с ним будет Кроуфорду Но если он включит ноги, я думаю, что он может выиграть Да, 50 на 50, как обычно Потому что мне очень непоневают оба бойца Очень классные бойцы Следующая весовая категория, 69,9 Все говорят об этом бою, вроде бы уже объявили этот бой Чарло Дзюр Ну, очень тяжелый бой для Дима Не знаю, не рановато ли он взял этот бой Думаете, пока еще рановато, все-таки опыта, еще столько нет? Мне кажется, да Тем более, Чарло очень умный боец, сильно бьет Поэтому мне кажется, что рановато Он так же, как и я, лезет сразу Как я на Гарси, вот он на Чарло Только единственное, за все пояса И он красавец в таком возрасте Уже обязательный претендент И еще и будет драться за Абсолют Трилогия «Головкин и Канело» Третий бой Я сорокалетних боксеров в такой форме не видел никогда Он дисциплинированный Трудяга, красавец Заслуживает огромного уважения И надеюсь, он выиграет Но, к сожалению, ему уже 40 А Канело всего лишь, по-моему, 30 нет еще Намного моложе, намного быстрее Плюс, как я понимаю Канело не хочет скидывать вес А зовет его к себе в вес Поэтому Головкину будет очень тяжело Скажем, 50 на 50 На самом деле, я дам больше Канело Из-за молодости Из-за того, что он даже не делает вес Но очень болею Очень надеюсь на Головкина Надеюсь, он завершит свою карьеру победой Это великая победа И уйдет на пенсию уже победителем в трилогии Джошуа Усик-2 Да, я слышал, Джошуа взял Майки Гарсиа Майки Гарсиа Поможет ему Майки Гарсиа? Думаю, что должен помочь Но это все зависит от того Насколько долго они работали Как быстро схватывать Джошуа Сможет ли он сделать то, что ему говорят Если он будет давить, бить, не давать ничего делать Дышать, как паровоз То, конечно, он победит более мелкого тяжеловеса Но если он даст работать Усику на ногах Как он и делал это в первом бою То никаких шансов Но как вы думаете, вообще по бою Может ли измениться Джошуа? Или будет картинка примерно та же? Не знаю, честно говоря Я не смотрел, как они тренируются Что там происходит Если изменится, может победить Если нет, то без вариантов Но я думаю, что Саня тоже прибавит Из первого боя он возьмет еще на вооружение Что ему нужно И еще добавит Я буду болеть так же за Усика И у меня последний вопрос О каком потенциальном бою Если все-таки он может случиться Да, за абсолютно очень здоровый вес Битербиев-Бивол Бивол тоже молодой А Битербиев уже Сколько ему? Тоже под 40 Пока время играет на стороне Димы И чем дольше продлится это Тягомотина За абсолютного Тем больше шансов у него выиграть Но по бою даже не знаю, честно говоря Его отлично двигается на ногах Битербиев тоже отлично двигается на ногах Но Битербиев бьет посильнее И умеет работать на ближней дистанции Такой бой получится Очень конкурентный, тяжелый И тоже классный Но вы бы хотели увидеть такой бой? Я бы хотел очень, конечно, увидеть И я бы чуть-чуть отдал, мне кажется Хотя нет, я никому бы не отдал Тоже 50 на 50 Потому что один сильно бьет Другой намного моложе И здесь такое противостояние будет тяжелое Сергей, хочу подвести итог нашего эфира Пожелать вам удачи в вашей подготовке И в следующем бою Чтобы вы сделали вес и без травм Вернулись с победой И пару хочу слов от вас Нашим зрителям, которые смотрели Или которые посмотрят наш эфир потом Ну что я могу сказать Занимайтесь спортом, занимайтесь боксом Отдавайте детей Пусть не в любителей профессионала Но драться и бить И как защититься Они точно должны уметь Всем добра, всем мира Всем большое спасибо Кто болеет за меня Все, кто смотрит мои бои Казахстану огромный привет И надеюсь, что после боя Моего я хочу Навестить бабушку И полечу в гости К бабушке в Казахстан Вот Моим родственникам всем Большой привет Адекова, Мукашева Всех обнимаю Всем большое спасибо Будьте здоровы Всем спасибо за эфир Всем, кто смотрел Подписывайтесь, кстати, на мой канал Подписывайтесь здесь, в инстаграме Также этот эфир будет у меня на ютуб канале Студия бокса Виктора Лымова Всем хорошего вечера До связи